Всем привет! Это канал АстраБТ и этот ролик посвящен приготовлению запеченной бараньей рульки в горчичном маринаде с ароматными овощами. И готовить эту вкуснятину мы будем в новой модели встраиваемого духового шкафа Мидея. Встречайте, модель МО7400 в цвете черное стекло. Почему мы выбрали эту модель? Потому что в комплекте есть термозонд. Именно это приспособление позволяет с комфортом готовить большие куски мяса, чтобы они 100% пропеклись внутри, не пересушились и обзавелись хрустящей аппетитной корочкой снаружи. Термощуп позволяет измерить внутреннюю температуру мяса или рыбы и приготовить их так, как вы любите. Давайте обо всем по порядку. Если после просмотра видео у вас останутся вопросы, пишите их в комментариях и не забывайте подписаться на канал. Для нашего блюда у нас есть, естественно, сама баранья нога. Мы ее промыли, просушили бумажными полотенцами и натерли солью и перцем. На гарнир мы будем использовать разнообразные овощи, это картофель, баклажаны, кабачки и, конечно же, для аромата добавим дольки чеснока, соль и специи по вкусу. Для маринада необходимо смешать мелко измельченный чеснок, горчицу, мед, сок лимона, розмарин и любую другую любимую приправу для мяса и одну чайную ложку оливкового масла. Теперь обмазываем ножку со всех сторон маринадом, заворачиваем в пищевую пленку или фольгу и оставляем мариноваться не менее чем на три часа. Чем дольше, тем более ярким и насыщенным будет вкус готового мяса. В данной модели духового шкафа 12 программ. Классический режим с верхним и нижним нагревом для запекания на одном уровне. Различные режимы из комбинации нагревательных элементов с конвекцией для запекания на нескольких уровнях. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревателей по всей полости камеры. Конечно же гриль, режим для размораживания и режим для приготовления теста, где температура регулируется от 30 до 45 градусов. Идеальные условия для приготовления дрожжевого теста, закваски или йогурта. Температура регулируется на каждой программе шагом в 5 градусов. Можно использовать как сенсорные кнопки, так и слайдеры. Причем регулировать температуру можно в процессе приготовления. Из дополнительных опций есть таймер, когда духовой шкаф просто подаст звуковой сигнал по прошествии времени, но продолжит свою работу. Есть функция установки времени окончания приготовления, когда духовой шкаф самостоятельно отключится. Время работы духового шкафа устанавливается до 24 часов. Быстрый разогрев позволяет сократить время разогрева духового шкафа до установленной температуры практически в два раза. Для многих блюд это важно, чтобы духовка была разогрета предварительно. Как духовка наберет нужную температуру, она подаст звуковой сигнал. Подсветку внутренней камеры можно включать отдельно, например, чтобы просто помыть ее. Ну и, конечно, панель управления можно заблокировать, чтобы случайно не сбить установленные настройки. Объем камеры этой модели увеличены и составляет 72 литра. В комплекте есть два противня и одна решетка. Ну и, конечно же, сам термощуп. При использовании зонт крепится внутри камеры. Саму рульку мы разместим на решетке, а на противень разложим овощи, но позже, когда мясо уже будет почти готово. Противень можно не вынимать, достаточно просто потянуть его за край, чтобы выдвинуть наружу. Крепится он на телескопических направляющих. Главное не забыть подключить термозонт. Подключаем его к разъему в духовке. Сразу же на дисплее отобразится значок и температура настроек самого зонта. То есть, до какой температуры будет нагреваться мясо. Увеличиваем температуру до нужной нам. Здесь настройки точные, шагом всего в 1 градус. Установим температуру в 60 градусов. Это средняя прожарка. Как только температура внутри куска мяса достигнет установленных настроек, духовка отключится. Для приготовления выбираем программу с конвекцией. Температуру оставим, как и заложено, 160 градусов. Как только программа запущена, информацию о температуре внутри блюда можно увидеть на дисплее, не открывая дверцу духовки. Открытие дверцы духового шкафа для проверки классическим способом на глаз или проткнуть зубочисткой сбивает температурный режим на долю градусов. Для некоторых блюд, например, суфле или выпечки, это недопустимо. Кстати, еще эта модель отличается доводчиком двери. Закрыть дверь неплотно здесь невозможно. Доводчик всегда мягко закроет дверь шкафа, чтобы избежать потери тепла. Духовой шкаф шикарно смотрится. Управление полностью сенсорное, плюс большой информативный дисплей. Ручка выполнена также из темного металла. Есть аналогичная модель со вставками из нержавеющей стали. Внутренняя часть камеры покрыта биокерамическим покрытием Smart Clean. Это эмаль высокой плотности, которая устойчива к механическим повреждениям и легко отмывается от любых загрязнений и жиров. В нижней части шкафа есть полость для воды, чтобы ее можно было почистить паром после использования. А дверь довольно легко разбирается, чтобы ее тоже можно было помыть. Если среди наших зрителей есть обладательница длинного маникюра, можно использовать любой предмет. Главное нажать на эти кнопки по обе стороны. Для лучшего удержания тепла в камере в дверце три стекла. Духовой шкаф отключился при достижении 60 градусов внутри куска мяса. Можно увеличить температуру текущей программы или включить верхний нагреватель, чтобы получить поджаристую корочку. Тормощуп обязательно оставляем, чтобы не пересушить мясо. И уже можно поставить овощи. Теперь увеличиваем настройки термощупа до 70 градусов. Это уже прожарка well done. Выкладываем мясо на блюдо и даем ему отдохнуть еще минут 15. За это время температура внутри куска мяса поднимется еще на 5 градусов и мясо станет более мягким. А за это время подойдут как раз овощи. Конечно, приготовление с термощупом избавляет от постоянного контроля за блюдом в течение времени его приготовления. Не нужно больше тыкать ножом, вилкой или другими предметами, чтобы понять, готово блюдо или нет. А значит, вам не обязательно все время находиться на кухне. Вы можете заниматься своими делами и точно знать, что не провороните ужин для всей семьи. Термощупом очень легко пользоваться, а блюдо получается очень сочными и ароматными. Духовой шкаф Мидея – это идеальный помощник на кухне. Стильный, функциональный, который позволяет с легкостью готовить даже сложные блюда. А у нас все готово. Добавляем овощи к мясу и можно делить на порции. Ммм, аромат изумительный. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова